Всем привет! С вами снова Маша Коллинз. Решила ответить на все ваши вопросы, потому что их очень много. Еще, как вы заметили, у меня нездоровая какая-то любовь к детским площадкам. Они просто такие яркие, такие классные. Еще у меня какая-то жуть на голове сегодня. Мне было очень лень выпрямляться. Кто-то меня спрашивает, выпрямляю ли я волосы, как видите. Я сегодня Эль Франсуа. Так, поехали. Как найти свою вторую половинку? Вы, когда задаете вопросы, вы читайте, пожалуйста, ответ, который я уже отвечала, потому что очень много повторяющихся вопросов, и по второму разу отвечать на них мне просто лень. Не надо никого искать, само все находится, честно могу сказать. Что ты думаешь об Андрея Осинцевой кентаркой, а музыка с ним ассоциируется? Никакая. Если кто-то не попал в выпуск про музыку, это, знаешь, что никакая песенка и музыка у меня с вами просто не ассоциируется. Что я о нем думаю? Ничего не думаю. Я с ним даже толком не общалась, мы просто знакомы, просто была одна тусовка. Вот, просто виделись, ничего не могу сказать. Не знаю, кто это. Почему ты такая худая? А я не худая, на самом деле. Была бы худая, на меня бы налезли джинсы, которые сейчас на мистер Перчик носит. Вот, но так как на меня не налезли, надо что-то с этим делать, мне просто очень лень. Вот так. Сколько будет 9 плюс 8? 17. Я умная. Расскажи про девочку, которую зовут Карина. Она кажется очень милой, смешной и прикольной. Блин, да почему я должна рассказывать? Карина есть у меня в друзьях ВКонтакте. Добавьте ее, пообщайтесь с ней, если она вам так нравится. Если она такая смешная и милая, пообщайтесь с ней. Она действительно такая. Может, она вам даже понравится еще больше. Поэтому, почему вы за этими такие вопросы? Платье из какой ткани, какого цвета ты бы хотела выйти замуж? В белом, коротком, без разницы какая ткань. Вообще без разницы. Планируешь ли иметь детей, кого хочешь? Девочку или мальчика? Как бы назвала? Назвала, не знаю. И мальчика, и девочку. Так. Ты пойдешь в кино на фильм «Неудержимый 2». Да, как же на старичков-то не посмотреть. Это даже круто. Как лучше всего выйти из депрессии, нажраться чего-нибудь сладкого и потом тусить пойти с друзьями? Чем ты занимаешься всеми днями напролет, тебе не бывает скучно? Да бывает мне скучно, когда мне лень что-то делать. А так вообще я сижу, смотрю дарамы, снимаю выпуски, слушаю музыку, страдаю какой-нибудь фигней. Куда мне поехать провести отпуск? Я вас не знаю. Какие у вас желания и предпочтения? Можете ехать на Мальдивы, в Турцию, в Германию, куда угодно. Посоветую какую-нибудь, посоветую крутую онлайн-игрушку. Играйте в Рагнарог, а то мне играть не с кем. Пижама или голышом? Пижама. Кто такая Маша Коллинс? Кто такая Маша Коллинс? Не знаю. Я не знаю. Почему вы меня про нее спрашиваете? Я не знаю, кто это. На что пойти в театр? Я не знаю, я не хожу в театр. Ты еще лет не была в театре. Последний раз, наверное, была с мамой. Года три, может, четыре назад. Что сегодня снилось? Мне снились ужасы какие-то. Причем я засыпала потом снова после того, как просыпалась. И этот кошмар продолжался такой прям. Сюжетная линия. Очень страшно было. Что у тебя стоит на рингтоне? Не буду тебе, наверное, спать. Какой группой, музыкой, песней сейчас увлечена? А я не знаю, я слушаю все подряд. Я открываю ВКонтакте аудиозаписи. Открываю какую-нибудь группу и все подряд слушаю. Нервы очень здесь слушают. Расскажи смешной случай с детского сада. По-моему, в трансляции его рассказывала. Мне это вызвало такое большое веселье. Не знаю почему. На самом деле, история очень грустная. Странные машины еще здесь на фоне едут. Была такая история. Мы катались на санкове с горки. В Сочи маленькой горке. На санке сидел человек четыре. И девочка, которая сидела самая первая, она упала и откусила себе часть языка. Это очень грустно. Было очень много крови, но вспоминать это очень смешно. Я жестокая. Как там погода в Питере? Да, отличная погода в Питере. Как вы сами видите, у нас нет ни дождя, ни пасмурно. Просто сейчас очень поздно. Сколько сейчас времени? Сколько сейчас времени? Время уже за девять часов. У нас, как видите, все еще светло. У нас солнышко. У нас днем очень жарко. Можно загорать. Так что те, кто думает, что в Питере постоянно дожди, они ошибаются. Мы тут уже четыре месяца. За четыре месяца видели дождь, наверное, раза два или три. И все. Какое место мы займем в ноябре 2012? Это футбол. Вчера только спрашивала у кого-то. Я не интересуюсь футболом. Мне плевать на самом деле. Мне это неинтересно. Я бы лучше Формулу-1 посмотрела. Хочу постричься. Не знаю, как. Посоветую. Пришлите свою фотку. Я вам посоветую. Какой цвет мне покрасить в холодильник? Кислотно-розовый. Очень классно. На любой кухне смотрится кислотно-розовый холодильник. В ромашку, с бабочками и мухоморами. Так, у тебя есть любимый исторический персонаж? А Капитан Америка исторический персонаж? Нет? Была ли у тебя в детстве любимая игрушка? Сохранилась ли она до сих пор? Ничего не сохранилось, слава богу. Все игрушки, которые у меня были в детстве, это был железный конструктор, который там болтики надо было скручивать. Вот. У меня был. Были игрушки резиновые с пищалками. Страшные, очень страшные. Отвратительные куклы, у которых руки-ноги на резиночках. Они очень страшные. Не хотел бы я с ними в одной комнате больше казаться. Это ужас какой-то. Какой момент в этом году ты можешь назвать самым радостным? Пожалуй, переезд в Питер. Самый радостный. Пока. Какое место в твоей жизни занимает сайт ВКонтакте? Никакой. Я там, пока мне скучно. Мне не скучно, я там не сижу. Не думаю, что для ВКонтакте надо отводить определенное какое-то место в жизни. Как ты относишься к поступку Дурова, когда он разбрасывал пятитысячные купюры в дерущуюся толпу из офиса? Блин, прикольно. Я бы тоже так сделалась, у меня было бы до хера денег. Добавно. С чего начинается хорошее утро? С музыки. Какое событие должен пережить каждый человек в своей жизни, кроме рождения и смерти? Чтобы пережить смерть, надо сначала жизнь пережить. Три самые частые причины, по которым рвутся отношения. Давай останемся просто друзьями. Это не ты, это все я и... Мы просто не подходим друг к другу. Какой самый оригинальный способ признания в любви? Я не знаю. Мне в любви оригинально никто не признавался. Да и так просто никто не признавался. Поэтому нету оригинального. В роли кого бы ты хотел сняться в кино? В главной роли хотела бы сняться, но только не в порно. На что чаще всего тратишь деньги? На вкусняшки. Если бы тебе дали возможность оживить одного мультяшного героя, сделать его своим другом, кто бы это был? Макона. Если меня смотрит тот из анимешников, вы знаете, кто такая Макона, то вот, пожалуй, она. Для тех, кто не знает, такой милый пушистый зверек с ушами, похож на странного зайца. Она умеет телепортировать в разные миры. Вот так вот. У тебя есть машина времени? В каком времени хотел бы побывать и где? А когда были принцы-принцессы с такими крутыми платьями, там, на коняшках все ездили? Вот туда бы я с удовольствием как-нибудь съездила. Хорошее ржать, что сейчас пристрелю. Ты сейчас гулять пойдешь. Подскажи, пожалуйста, как можно расстаться с девушкой без скандалов. Пожалуйста, очень нужно. Если нужно, расставайтесь. Скажите ей, что все хорош. Будь тянуть, будет хуже. Как ты считаешь, что девушка должна делать первый шаг? Почему? Нет, считаю, что девушка не должна делать первый шаг. Мужики, они на то и мужчины, чтобы делать все первыми. Какие страны мира ты хочешь посетить? Хочу в Японию, в Китай, захотела вдруг в Корею. Хочу в Турцию можно, в Германию хочу, в Италию хочу, в Финляндию хочу. Пожалуй, пока все. Если бы была возможность изменить внешность, что бы ты изменила? Волосы бы в другой цвет покрасила. С кем из известных людей тебе хотелось бы встретиться? С бослингом хочу встретиться. Хочу встретиться с гактом. Все. Почему пингвины не летают? Мы смотрели мультик недавно «Делай ноги 2», и там летали пингвины, так что не надо меня обманывать. Что в жизни более ценно? Любовь или дружба? Дружба. Ты так скрываешь свой возраст, тебе 30? Нет, мне 48. Как ты относишься к методам пиара Хованского, того, как он пиарится? Я не знаю, как Хованский пиарится. Мне на самом деле вообще все равно, что меня собаки перебивают. Мне все равно, что он делает, как. Последнее то, что он делает, это шоу стоя. Вот это мне нравится. Все, что он делал до этого, всякие стендапы. Мне не особо нравится. Мне особо нравится все, что он там говорит, как себя ведет. Так он человек прикольный, как он пиарится у каждого. Своё желание, как пиарится. Пусть кто как хочет, так пиарится. Захочет разденеться, будет голым сниматься. Завтра ты должна начать новую жизнь. Что ты сделаешь? У меня какая-то бредовая идея. Да волосы я покрашу другой цвет. Дайте мне денег, я тебе волосы покрашу. Очень забавный вопрос, кстати. Я его обязательно как-нибудь отвечу, чтобы вы мне полюбовались. А ты могла бы влюбиться в армян-байджанца? Это что, новая национальность? Далее следует номер телефона. Если угадаешь мои последние цифры, то вот. Да нет, спасибо, мне хватает пока что. Как ты относишься к творчеству группы Король и Шул? Отлично отношусь. Я их в школе слушала. Причем где-то в классе, наверное, в девятом, в десятом. И даже, возможно, в одиннадцатом. И я из первых альбомов даже, наверное, на большинство песен их неизбежная. Расскажи самую милую историю своей жизни. Самая милая история, это когда у меня дома два мальчика мыли холодильник. Вот это было очень мило и очень приятно. Вот он. Мистер Перчик спрашивает. Что делать, если я материально близкий друг? Получается, я твой самый близкий друг. Это что за вопрос? Что это значит? Что значит материально близкий друг? Это как? Что значит материально? Маша, у тебя есть младшие сестры или братья? Да, у меня есть сестра младшая. Какой твой любимый фильм? Знаете, у меня фильмов очень много. Единственное, какой самый-самый любимый могу назвать, это, пожалуй, Мулен Руш. Потому что я его смотрела раз в пятьсот. Я знаю оттуда все. Я могу уже переводить в Мулен Руш любых языков. Потому что знаю дословно, кто там что говорит и кто там что поет. Что было самым необычным, что делали ради тебя? Со мной по скайпу с ноутбуком танцевали. Мне слали колечки, картинки по скайпу. Мне пели под балконом. Что еще? Мне совершенно неожиданно дарили какие-то очень милые подарки, сделанные своими руками. Это я, как уже говорила, я это очень ценю, это очень круто. Ты панк? Я не панк, я не эмо, я не гот, не металлистка. Никто, я сама по себе. О чем ты мечтаешь? Не скажу, о чем не мечтаю. Я считаю, что это как с желанием. Если сказать, о чем мечтаешь, то не избудется ничего. Дорогая моя, когда же мы будем гулять на твоей свадьбе? Я не знаю, вдруг никогда. Покажи свитер, тупо свитер, у меня ломка по свитерам Алисана. Алисана, подари мне свитер, я тебе обязательно в каком-нибудь выпуске его покажу. Сама очень хочу белый, пушистый свитер, никак не получается либо его найти, либо купить. Нигде не могу найти, но очень хочу, причем очень давно. У меня тут перевернули. В твои ближайшие планы входит поездка в Стамбул. И вообще, есть ли такое желание и насколько оно сильное? Есть такое желание, очень сильное. Как только сделаю себе загранник, продлю его, обязательно приеду. Надеюсь. Сколько раз можешь отжаться, не знаю, давно не проверяла. Проверю, напишу. Ешь суши палочками или обычными приборами? Конечно, палочками. Что за извращение есть? Суши и роллы приборами. Я видела, как люди едят билками. Это так смешно смотрится. Еще я даже видела, как один молодой человек солил роллы, потому что не любит соевый соус. Ну, это ужас какой-то. Какой сок твой самый любимый? Томатный. Расскажи какое-нибудь детское стихотворение. Рассказать еще раз? Однажды в студенную зимнюю пору лошадка, пиписька и примерзла к забору. Она и брыкалась, и она и легалась. Лошадка ушла, а пиписька осталась. Что? Оставьте его в покое, у меня кот ебал диван. Почему не говоришь, какого размера сиськи? 75b. Вы довольны? Ты сказал, что зарабатываешь в интернете. Не можешь рассказать, на чем именно, как я понимаю, влог деньги вряд ли приносит. Да, влог ничего мне вообще не приносит, потому что у меня нет партнерки. И пока мне никто не предлагает и не дает, поэтому я пишу отзывы. У меня есть магазин, как я уже говорила. Кому интересно, я вам скину ссылочку, вы напишите. Ты бы хотела посетить какой-нибудь крупный рок-фестиваль? Да, кстати, скоро, даже завтра. 12-го, если не ошибаюсь. В Самаре будет рок над Волгой. Я бы туда с удовольствием съездила, но мне так лень ехать целых два дня в поезде. Но я бы там даже поработала, меня звали, я в том году там работала. И в этом году бы тоже с удовольствием съездила, но не судьба. Все. В общем, спасибо вам большое за ваши вопросы. Присылайте их побольше. К сожалению, на все ответить теперь уже не могу, потому что приходит очень много вопросов. Присылайте самые интересные, на самые интересные буду отвечать. В общем, с вами была Маша Коллинз. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте большие пальцы. Все необходимые ссылочки под видео. Подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте. И пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok